здравия желаем друзья привет 29 сентября мы находимся на болотце и находимся здесь не только мы вот это хотя тут обнаружила находочку не старый да не нормальный а чтобы вы понимали вот тут за камышами семейство грибников мы тут шепотом смеемся будет прикольно если мы сейчас после них пройдем и понаходим и вот наш сегодняшний первенец какой-то вроде бы молоденький но слегка у него апельсиновая кожа на шляпке а так свеженький вот удалилась эта семья грибников здесь на болоте уже настоящие тропы вытоптаны но в моем сердце нет никакой досады я вам сейчас покажу почему потому что для меня остались грибы может быть вы видите там виднеется красненькая практически у корней кустарник он расположился полулежа и его ножка берет начало действительно от корней сейчас мы попытаемся его извлечь аккуратно о чувствую отломался удачно возможно пожилой грибник которого я встретил не хотел за ним лезть потому что здесь тяжело когда-нибудь и я состарюсь и будут такие труднодоступные грибы наверное оставлять более молодым а пока буду радоваться молодости котел помаши а то тебя не видно не знаю видно ли ее но мы обходим по хитренькому с двух сторон да что там по хитренькому все мы так обходим со своими вторыми половинами вот и тот дедушка с бабушкой которых я встретил они шли по разным сторонам болота так вот друзья мои я сейчас вам покажу такой замечательный гриб а замечательный он своим цветом я когда-то здесь уже находил подобного цвета грибы вообще обожаю собирать собирать подосиновики в октябре они необыкновенно красивые посмотрите на это я не знаю хотя называют терракотовый для меня это бордо необыкновенной красоты вот правда же и необычной структуры ножка имеется какашуля мышиная но то ничего находился этот грибочек вот в этих зарослях мангровых но это конечно не мангровых но что-то похожее это наш отечественный мангар так ну одним из негативных факторов того что людей в лесу много сейчас является то что они после себя оставляют множество продуктов жизнедеятельности как неорганических так зачастую и органических я там чуть не влез только что ну с органикой попроще она она растворится природой то такие вещи как пакеты стаканчики бутылки друзья я вас прошу не разбрасывайте а потому как сразу и на душе плохо когда видишь мусор казалось бы чистом лесу вот он слегка подгрыжен кстати кто пишет мне что я бессердечный грибник не оставляю мышкам ихний корм в виде грибов я вас обрадую я оставляю множество сыроежек а вот кто берет сыроежки к тем уже вопросы и вот заглянул мы даже с вами не удивляемся наличию подосика виде космонавтика пока катюша там где-то выбирается я даже не пойму с какой стороны я вам пару слов о погоде посмотрите какое небо серое может быть камера сделает его чуть голубее погодка меня радует дождя нету и не жарко но я вам скажу такая погода наверное не свойственно для сентября холод аномальный дай бог не будет заморозков видно только лишь бугорочек из листьев серых ку-ку катенька не спеши я прямо отсюда вижу еще один подосик сейчас покажу вам пальцем веточки не мешают наверно видеть вам вон там вот совсем еле видно шляпочку приятненький размерчик радующий глаз до которого не добрались наши конкуренты приблизительно до какое-то необычное явление заметила катя давай проводить эксперимент смотри шляпка раз смотри вон туда не понял еще шляпка и вон там под низом и вон ножка не ну ножка это может быть кто-то как-то неаккуратно сбил или веткой зацепил о смотри тут какой вид он имел о ну сбили наверно какой тут следственный эксперимент как что люди на не бачила куда идти ухты посмотри катя там у подножия кустарника видно или нет как я тебе рассказываю посмотрю подножья офигенный какой офигенский так оставляем корзину ну я думаю так отсюда легче или оттуда легче где ты ну короче любой уважающий себя в пожилом возрасте мужчина не стал бы туда лезть поэтому он его и не забрал я думаю а может быть просто не увидел ну здесь мне буквально сантиметров 30 не хватает длины моей руки вот сейчас буду пробовать пролезть ближе есть теперь если кто-нибудь потянул меня за штаны было бы легче выбраться ну вот зато каков иди полюбуйся и вы полюбуйтесь мои дорогие неописуемой красоты гриб ну вот я иди 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 видишь катя твои обвинения были напрасными где он он вот не такой конечно как у тебя но тоже ничего у меня аж спина взмокрела вот сейчас мы заходим в местность, где преобладают березки а поэтому, Катюша смотри внимательно здесь белые попадаются об этом также свидетельствуют вот эти красные мухоморы Катю как специалиста по беляшам я оставил в березках а сам залез ближе к болотцу данное болотце меня ничем не одарило поэтому я от него отпрянул и иду к Кате, которая радостно ковыряется в листьях аж дыхание задержало когда увидела такой красивый гриб нет там беляшей как Дима говорит беляши, беляши какие беляши вот какие красивые так вот от прямо вот этого болотца что совсем было не зря я обнаружил совершенно в такой плотно заросшей местности я знаю где ты прячешься ты же такой красивый а так спрятался кто же оценит твою красоту как не грибничок сюда даже и мышь не залезет вот этот гриб белый только потому что он белого цвета это не белый это дождевик или как мы называем его в семье Лукопердон почему Лукопердон не знаю это надо у мамы спросить я догадываюсь что это из-за того что он напоминает форму луковицы а в зрелом возрасте на него наступаешь он испражняет облако спор споровое облако Дима говорит что мы пришли на второе специальное место первое место нам не принесло ни одного белого мы пришли на второе перешевое место и что вы думаете беляши что я говорил обязательно встретимся дошли до еще одного болотца где мы с Катей разделились она пошла направо а я разумеется налево и вот только мы разделились как что-то рельефное коричневое привлекло мой взгляд это шоколадная шляпка под березовик а тут еще его второй братец день обещал быть совершенно серым но вот уясняется солнышко какого же мое сожаление что какой-то неуклюжий грибник повредил вот этого молодого подосика жива можно сказать только лишь ножка но ничего зато могу констатировать что этот подосиновик уже жизнь свою прожил не зря вы слышите грибочки идем уже по проторенной дорожке в уисках своего счастья и в этих условиях дичайшей конкуренции счастье нам повстречалось видя подосиновика такого прикольного один прикольнее другого посмотрите на этот образец просто новенький ты мой ненаглядный бархатный здесь еще один виднеется помоложе вот эти родственники толстонугие гены а сейчас добро пожаловать в сказку друзья так так не понимаю вы же видите тропинка ну да ладно поглядим слова нет да и нельзя тут особо распыляться кто-то рядом ходит это шикардос шикардос как многие любят говорить вот что такое шикардос теперь я это понял очень хорошее настроение когда в корзинке появились вот эти вот экземпляр а я думал что нужно делать акцент на под березовики в связи с тем что они коричневые и их хуже видно катя это ты тут вот мы и встретились я тут в общем осчастливился да сейчас покажу ну если ты без меня не счастлива так иди же обрети счастье со мной я тебе сейчас что-то покажу скорее сюда сейчас катюшенька ты пойдешь налево как я это сделал в свое время увидела дай-ка я людям покажу что ты там увидела ну что стало счастливей конечно прекрасно прекрасно а я там таких красавцев сразу три больших да ну и там маленьких еще средненьких нашел вы видите я умней стала с перчатках теперь потому что прошлая грибалочка прошла для моих рук не очень хорошо мы мы как раз с тобой катя встретились там где грибочки появились подосеныш стали вот уже покидать болотца это и на выходе среди таких грибов как чернушка еще какие-то вот непонятные наверное горькуши да с таким пептиком среди них вырос поляк довольно красивый да мы тут сникерс едим чтобы животе на камеру не уручать во рту сладко и на душе сладко стало это это была очередная украинка которую осчастливил поляк тихонько значит катя мы маленькие болотца обходим сразу с двух сторон а большие идем вместе подошли мне страшно в общем катю вовремя я в общем послал в ту сторону она очередной раз обиделась просто в этом же месте я сразу скрикнул ого а тут целых три молодых здоровых подосов с такими бордовыми шляпочками обожаю их и краснеющими ножками вот такие вот мы с вами можем слышать как едет автомобиль здесь рядышком это говорит о том что людей в лесу достаточно ну а этот подосик говорит о том что грибов хватит с ним милый грибочек с чепчиком вот пару негритосиков катюша нашла красивый очень красивый это тебе не тот тонконогий доходяга вот то смотри вот такого я нашла доходяга вода а это свежачок да они как будто другого вида друзья кто потерял перчатку мы оставим ее здесь Я так хорошо кричала, Диме, смотри, какой красивый. Вот посмотрите он. Сейчас я полезу. Ибо лезть тяжело. Кто нашел, тот и лезет. Таков закон. Ну а этот нашел я. Катя просто вовремя сказала. А где я его нашел? А, вот он. Он очень крепко сидел. Часть ножки, к сожалению, там осталось. Что-то и в мою корзинку попадет. Красивый. Я даже не видела никогда. Есть еще какие-то подберезовики мраморные. Нас начинают теснить другие грибники своими голосами, оттеснять отсюда. Так что, Катюш, давай собирайся. На этом болотце мы решили идти дальше и ближе к болоту. Катя дальше идет. Ну тут такой экземпляр у меня повстречался. Это просто сказка. Просто сказка. Какой же он здоровый. Подлохматилась, взяла подберезовичка. Не, ну это шикарный. Сегодня мне прям на такие крупненькие везет. Есть у меня некоторый опыт поиска грибов именно вот в этом месте. Но характерно тем, что здесь нужно очень близко к земле держаться. Глазами. И посмотрите, что у земли нам открывается. Два пузатика. Пупсень, вупсень и пупсень. Как те гусеницы из мультфильма «Лунтик». Смотри, Катя. Вы слышите эти разговоры, которые очень быстро приближаются к нам. Встреча неизбежна. Настало время применять секретное оружие. Катя! Ты где? Не сработало. Не сработало. Так, ну нас, в общем, обогнали и наперёд забежали. А ты смотри, Катюша. В общем, в этой безмолвной борьбе мы победили. Бежали-бежали. В определённый момент я срезал уголочек и взял пальму первенства. А тут кто-то так бежал, что вот этого пузатика пропустил, немного сбил. Вот он, толстячок в тюбетейке. Ой, какая приятная встреча. Здравствуйте. Вы меня ждали. Я уже начала расстраиваться, что ничего мне не попадается. Наконец-то у меня появился такой красивый грибок. Хорошо, что я сюда зашёл, ближе к берёзоньке. Потому как здесь проживает семья под берёзовиков. очень-очень привлекательной внешности. Сразу троих возьмём. Маивы хорошие. Иногда доносятся запахи раздавленного клопа вонючки. В последнее время всё чаще. Может быть, как-то ненароком и повредил клопика я. Я радуюсь таким экземпляром больше, чем белым. Потому что вы только посмотрите на эти масштабы. На эти благородные цвета. На сочетание белого с терракотом. Смотрите какой. Вспомнил, что здесь когда-то нашёлся альбиносик. Я сюда заглянул. И что бы вы думали. Вот он альбиносик. Один из зрителей мне написал, что они когда-то были занесены в Красную книгу. Но потом их оттуда убрали. А вот его сородич Красноголовик. Отличия лишь только в цвете шляпки. Как-то в одном из прошлых видео я вам говорил о селении толстоногих подосиновиков в тюбетейках. Этот подосиновик толстоногий. Но он не в тюбетейке. Он в полноценной шляпе. Их тут целый выводок. Катя. Посмотрите. Вот один. И вот ещё. Ещё трое. Четыре подосиновика из одного места. Как бы это ни звучало. Смешно. Выросли. Но эти-то не такие толстоногие. Хотя селя нету. Вот полюбуйтесь. Это отец этого семейства. И вот только я уложил семейство в корзинку отдыхать. Повернулся назад. И увидел ещё одно семейство. Состоящее из трёх. Из трёх подосиновиков. А может нет. Четырёх. Здесь они любят расти по четверо. И тоже со своим отцом. Вы его сразу же определите по размеру. Вот он. О! Их тут пять. Спрятался младшенький. Прямо букетами вырастают здесь. Конечно же места откуда я их взял. Я всегда прикрываю. Не всегда я показываю это на камеру. Идём же дальше. Смотрите какой красивый подберезовичек. Я нашла. Прекрасного размера. Свежайший. Вот такой вот. Я тоже увидела. Я тоже увидела. Я тоже увидела. Я тоже увидела. Конечно же. Но счастье это моё. Отличное. Потому как увидел я первый. Вот такой беляшоночек. Приятный. Очень приятный. Беляши. Из-за того что они так редко встречаются сейчас. Я имею ввиду по сравнению с другими грибами. Такие находки доставляют особое удовольствие. Масляточки друзья мои. На выходе из болотушка. Как они такие хорошенькие. Хорошенькие. Твёрденькие. Мы с вами зашли в такое открытое болото. С низким камышом. Вот я. Даже немножко выше его роста. И здесь. Уже в сером. Дохлом камыше. Как ярко светится эта шляпа. Видимо здесь уже подсушило это болото. Они в абсолютной влажности тоже не растут. И вот. Такой подарочек. И вот пока мы здесь восхищались этим подарочком. Рядом с корзинкой. Ещё закраснел один. Так что есть смысл искать в серых камышах. Но также есть смысл посмотреть туда в сторону суши. Потому как здесь из пня небольшого. Тоже вылез красноголовичек. Вот так вот. А ну-ка дорогие зрители. Проверьте ваше зрение. Видно ли вам под берёзовик. Подскажу. Паутинкой окутанный. Довольно высокий. И не отходя от кассы. Его красноголовый друг. И не даже родственник. Вдалеке вижу нечто привлекательное. Прям очень издалека бросается в глаза. Пусть даже не такой крупный. Но очень заметный. Сейчас я отойду немножко и покажу. Катя иди ты посмотри. А куда смотреть? Ну присмотрись. Иди ближе. Я хочу просто снять твое лицо. Ничего себе. Как это возможно? Быть таким красивым и таким большим. А вот это рядом что-то? А рядом какие-то паразитики. Паразитики. Да. Это такой бонус. Замечательно. Чуть не прошла. Какой. Что? Белый. Ух ты. Так. Вот такой вот. Повезло. Так повезло. Угу. Ну вот наверное уже на этом кадре мы будем завершать нашу грибалочку. Да, Катюш? Угу. На этом замечательном кадре. У них аж сюртуки позаворачивались. Хе-хе-хе-хе-хе. Кузатые. А шляпы ты посмотри какие. Идеальные. Угу. Как яйцо. Крашеное луком. Класс. Как прям сувенирные. Угу. Трошки набрыхал я вам за последний кадр. Хе-хе-хе. Хе-хе. Вот этого не показать я не имею права. Близнецы. Трошки. Трошки. Да, такие большие! О! Як браты Кличко. А это не этот джук, что плавает? Удивительный жук и не менее удивительные экземпляры сегодня нам с Катей попались. Ну а вам друзья желаем полных корзин, хорошего настроения. Надеемся, что вы нам поставите лайк, подпишитесь и оставите приятный комментарий. Ну а пока, всем пока. И кстати, чуть не забыл, в прошлом видео я забыл вставить два фрагмента, где Катя нашла белые грибы. Так и она бы на чуть не съела. Сейчас бонусом я вам их покажу. Что-то я не пойму. Такое ощущение, как будто его кто-то положил или, я не знаю, сбил. Но он тут так как-то просто лежит, этот беленький. Смотри, Дим. Ух ты, белёшик. Ага. Лежал, отдыхал. Лежал? Да. Ну в смысле, кто-то как будто сбил его или что. Не знаю, что произошло. О боже мой. У меня сейчас просто, мне кажется, сердце остановится. И мне пришлось постоять пару секунд для того, чтобы собраться с мыслями и включить камеру, потому что это просто шок. Такой красивенный гриб. Такая шляпка у него. Какой он. Какой он красивенький. Даже нет слов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам он красивенный, правда? Эталонный, я бы даже сказала. Пока. ل